По факту падения человека с башенного крана на Нижней Дуброве будет проведено расследование. Выяснить все обстоятельства этого происшествия намерена трудовая инспекция региона. Напомню, ЧП произошло накануне днем на строительном объекте Моностроя в юго-западном районе Владимира. Почему человек упал с крана, пока точно неизвестно. По одной из версий, мужчина был в нетрезвом состоянии. Известно только, что это 29-летний сотрудник компании механизации «Транспорт», которая работает со строительной компанией Монострой по договору. Не исключено, что по данному факту будет возбуждено уголовное дело. Это предстоит решить прокуратуре после изучения результатов проверки трудовой инспекции. Кстати, осенью прошлого года компанию механизации «Транспорт» уже проверяли надзорные органы и выявили 18 случаев нарушения трудового законодательства. Будет исследовано все обстоятельства, опрошены все должностные лица, все свидетели данного происшествия. Также будут допрошены субподрядные организации, если они имели место быть на данном объекте. То есть будет исследован весь комплекс документов и проведены все мероприятия для установления объективных причин и для выявления виновных должностных лиц. Медики оценивают состояние машиниста башенного крана как стабильно тяжелое. Сейчас он находится в отделении реанимации БСП. Врачи говорят, лечение производственных травм оплачивается не фондом ОМС, а фондом социального страхования. И чтобы деньги были перечислены на счет лечебного учреждения, работодатель должен сам обратиться туда с документами о несчастном случае на производстве. Больной очень тяжелый в настоящее время, находится в отделении реанимации. В течение суток, трех суток, желательно, чтобы работодатель сделал нам запрос о состоянии тяжести производственной травмы. И в течение трех суток они должны передать все данные в фонд социального страхования. То есть, а на сегодняшний день есть какие-то запросы уже от работодательства? Пока запросов нет. Субтитры создавал DimaTorzok